Вот здесь семечка, вот видите, я утром подметал всё, вот видите, везде бардак. Пожалуй, все жители Камчатки хотят ездить в комфортных и чистых автобусах. Но, к сожалению, не все пассажиры осознают, что чистота зависит и от них самих. Крик души прилетел в редакцию масс-медиа от перевозчиков краевой столицы. Они страдают от маленьких хулиганов. Казалось бы, порванные и исписанные сидения – история давняя. Но юные жители Петропавловска придумали себе новое, более опасное развлечение. Последнее, что начали они творить, это они запускают огнетушители порошковые, которые находятся в салоне транспортного средства, ну и со смехом убегают. Порошковый огнетушитель, я как в прошлом пожарный, профессиональный пожарный, это не то вещество, которым надо дышать. То есть при вдохе попадания в легкие человека, ну даже здорового человека, соответственно, ну последствия могут быть тяжелые. Не говорю уже про беременных женщин, которые тоже являются нашими пассажирами. Не говорю уже о возможных осматических заболеваниях дыхательной системы. Конечно, это проблема. Говорю сейчас не только за наше предприятие, говорю за всех городских перевозчиков, потому что в телефонной беседе мы встречаемся, мы обсуждаем. Эта проблема, она есть у всех. У меня тоже открыли вот только что огнетушитель, да? Вот оторвали вот этот, шторки. В транспортном предприятии отмечают, что промышляет подобным одна и та же компания детей. Если я анализирую видео, которое есть в автобусах, и жалобы водительского состава, в том числе наших пассажиров, мы видим, что это одна и та же группа лиц. Это те хулиганы, которые у нас заявились в городе, которые ведут себя не совсем правильно и не культурно. Они могут нецентрудной братью на нормальные замечания нашего водителя послать матом, причем в грубой форме. Не только нашего водителя, а и бабушек, дедушек, то есть пассажиров наших. Были случаи, когда пассажиры, спасибо им огромное, проявляли свою гражданскую активность, они чуть ли не насильно их высаживали из салона, и, собственно говоря, каким-то образом такой момент воспитания появлялся. Последствия такого поведения снижают комфорт и безопасность для других пассажиров. Кроме того, они несут дополнительные расходы для предприятия-перевозчика. Мы видим, что вот эта ситуация не то, что не заканчивается, она усугубляется с каждым днём. Но понимаю, когда порвали сидушку на старом ДЭО, который уже всем изрядно надоел, но мы перетянули её дерматинчиком, ну и, собственно, дальше работает. Ну, под удар-то подпадают новые автобусы. Под новые автобусы. И я понимаю, что наши труды и наши старания по поводу того, чтобы обновить транспортные средства в нашем городе, ну, они вот сводятся к нулю. При этом юные хулиганы пользуются возможностью не платить за проезд. Они давят на жалость, заявляя, что денег нет, и их пускают в автобус. А после водителям приходится убирать последствия этих поездок. Они устали от таких пассажиров и не хотят пускать их в салон бесплатно. А ведь так могут ненароком отказать ребёнку, который и правда попал в беду. И, конечно, сейчас многие водители предприятия после вот таких вот случаев, они начинают возмущаться со словами Дениса Александровича. Ну, я вот сделал доброе дело, я их пустил, а они мне нагадили. Я не буду их больше пускать. Я полностью поддерживаю наших водителей. Вот именно вот этих хулиганов, наверное, пускать и не надо. Но я же понимаю, что водитель, он не сканер, он в какой-то момент может ошибиться в своём субъективном мнении. И в этот момент может пострадать действительно нормальный, воспитанный ребёнок, который оказался в сложной ситуации. Юным жителям краевой столицы и их родителям напоминают, что в каждом автобусе города установлены камеры. Поэтому вычислить нарушителя и доказать его вину не составит труда. Поэтому ребятам, которые насмотрелись на своих друзей-антигероев и думают последовать их примеру, так делать не стоит. Потому что в любой момент предупреждения могут закончиться полицией. Мне бы хотелось, чтобы мы как-то уважали друг друга, имели и берегли то, что мы имеем. Ну и, наверное, воспитывали своих детей по совести, по совести, потому что это же наши помощники в будущем. Давайте ценить и любить наш город, и он постепенно будет становиться всё лучше и уважительнее. И самое главное – быть добрее друг к другу и быть уважительнее друг к другу. Что в последнее время, конечно, немножечко мы потеряли. При этом подписчики телеграм-канала «Массмедиа Камчатка» считают, что пора заканчивать с предупреждениями. Следует ввести штрафы. А видеозаписи с подобным поведением следует относить в полицию. Ибо надо ужесточить наказание для родителей таких детей. Чтобы начали воспитывать и проводить беседу со своими детьми, а не возлагать ответственность за воспитание ребёнка на школу и иные организации. Дети и правда ведут себя максимально неадекватно. Видео с камер и заявление в полицию. Хулиганство и порча чужого имущества. Два-три показательных суда над родителями поросят. Может, задумаются другие. Действительно, с детьми что-то пора решать. Уже перегнули палку давно. Причём это касается всех возрастных категорий. Слишком расслабили. И они сейчас все такие подкованные. Закон знают. Права тебе свои. И твои тут же зачитают. На замечание легко и непринуждённо посылают на ***. А ты сидишь как придурок. И сделать этому маленькому *** ничего не можешь. Это же ребёнок. Сама пару раз с этим сталкивалась. В автобусе особенно вести себя не умеют абсолютно. Действительно, проблему надо освещать. Слишком много прав у деток стало. В салоне автобуса должны быть камеры. Фото этих героев в студию. Пусть родители оплачивают ущерб. Камеры в автобусы. Камеры на детской площадке. Пусть родители платят за своих воспитанных детей. Пару раз штрафанут на нехилую сумму. Может, дойдёт, что воспитывать надо. Детей этих на общественные работы в этот автопарк. Мыть, чинить в зависимости от возраста эти самые автобусы. Редакция МассМедиа, в свою очередь, призывает всех родителей провести разъяснительные беседы с детьми, чтобы они осознавали важность бережного обращения с общественным имуществом и понимали последствия своих действий.